Здравствуйте, уважаемый любитель футбола! На чемпионате Европы завершился четвертый день в группе Ди Англия. В Лондоне забила Хорватия 1 гол и засушила игру. 18,5 тысяч зрителей этому свидетелей. У англичан 7 побед во всех турнирах. На следующий день Шотландия в городе Глазго уступила Чехии 0-2. На матче присутствовало 9800 человек, при лимите в 13 тысяч. Замечу, что чехи не побеждали кельтов с 2010 года. 4 последние встречи. Дубль оформил Патрик Шик из Байера. За сборную у него 13 голов. Первый гол Шика, забитый с центра поля, заслуживает стать лучшим на чемпионате. Шотландия терпит первое поражение во всех 6 предыдущих играх после первого тура в таблице. Чехия и Англия набрали по 3 очка. Выше будут Чехи, которые имеют лучшую разницу голов плюс 2. У Хорватии и Шотландии по нулю. Здесь также будет та сборная, у которой лучший баланс мячей – это Хорваты. Ближайшие игры данного квартета состоятся 18 июня. Хорватия, Чехия, Англия, Шотландия. Переходим к группе Е, которая должна была сыграть в городах Бильбао и Дублине. Но после их отказа UEFA отдал матчи Петербургу и Севильи. Польша в Петербурге при 12 тысяч зрителей уступила Словакии 1-2. В этой игре было первое удаление на чемпионате и второй автогол. Причем, впервые в истории турнира автогол записали на вратаря. Словацкий защитник Милан Шкриньер в этом сезоне забил 6-й гол. Его сборная не проигрывает 6 матчей, учитывая товарищеский и отбор на чемпионат мира. Польша не побеждает 4-й матч. Давайте вспомним, что сборные не играли между собой 7,5 лет, когда словаки победили 2-0. И еще один матч, команд, которые проходили отбор в одной группе. Испания добыла в матчах со Швецией 4 очка, а игра официальной части завершилась в ничью 0-0. Испанский каток наткнулся на шведский автобус. Контроль мяча Фури Роха достигал 75%, а шведы ни разу не попали в створ ворот за всю игру. У Швеции 6 матчей без поражений к ряду, 5 побед и 1 ничья. У Испании беспроигрышная серия из 9 матчей. Таблица Ёжики, Зелёные, Словакия, лидер 3 очка. Испания и Швеция имеют по 1 очку. Главные конкуренты Польши набрали баллы сегодня. У самой же Польши 0 очков. Второй тур пройдет здесь в 2 дня. 18 июня Швеция сыграет со Словакией, а 19 июня Испания примет Польшу. Завтра, 15 июня, вступает в борьбу последняя группа, группа смерти. В 19.00 Венгрия, Португалия и в 22.00 Франция, Германия. В этот день на Евро будет не 3, а всего лишь 2 матча. Кто не смотрел прошлые обзоры, на вашем экране результаты первой группы. Уэльс и Швейцария поделили очки 1-1. Турция уступила Италии 0-3. В таблице, у Италии 3 очка. Швейцария и Уэльс имеют по очку, у Турции 0. Напомню результаты группы B. Дания, Финляндия 0-1. Бельгия, Россия 3-0. Бельгия и Финляндия набрали по 3 очка. У Дании и России 0. Вчера сыграла группа C. Австрия победила Северную Македонию 3-1, Нидерланды, Украину 3-2. У Австрии и Нидерландов в таблице по 3 очка. Украина и Северная Македония без очков. В списке лучших бомбардиров у Ромелу Лукаку из Бельгии появился конкурент. Патрик Шик из Чехии тоже заколотил 2 мяча. Лучших ассистентов до сих пор нет. Ставьте класс, если информация была полезной. Становитесь спонсором нашего канала и получайте специальные привилегии. Смотрите сейчас выпуск, кто выйдет из групп. До завтра.